Хочу представить статью воспоминания участника событий 64-74 года Советская помощь вьетнамскому народу во Вьетнамской войне против империалистических сил США. Автор, участник непосредственных событий Юрий Максименко рассказывает в своей статье о том, как происходила радиоэлектронная разведка и радиоэлектронная борьба, наблюдение за ударными силами авиации США. Сейчас я вам ее прочитаю. Родился 11 мая 1936 года во Владивостоке. В 1958 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова. С декабря 1959 года дивизионный штурман 3-го гвардейского дивизиона бригады торпедных катеров военно-морской базы «Стрелок» в бухте «Разбойник». В апреле 1961 года срочно направлен в город Балтийск для перевода на ТОВ нового корабля. В октябре того же года в качестве командира БЧ-1 малого разведывательного корабля МРЗК «Барограф» совершил переход северным морским путем. «Барограф» вошел в 169-й отдельный дивизион кораблей особого назначения «ОСНАЗ» разведки Тихоокеанского флота. С 1964 года помощник командира, протрактор и гидролог. С 1967 года командир БЗРК ГС-34 и «Онироид». В 1971-73 годах получил разведывательную специализацию в военно-морской академии, по окончании которой был назначен заместителем командира по разведке Большого разведывательного корабля «Приморье». В 38-й отдельной бригады кораблей «ОСНАЗ» разведки ТОВ. С июля 1975 года командир СРЗК Гавриил Сарычев. С июля 1976 года начальник штаба. Заместитель командира 38-й отдельной бригады «ОСНАЗ». В ноябре 1982 года назначен начальником разведуправления. Заместителем начальника Тихоокеанского флота по разведке. Уволен в запас в июле 1991 года. Контр-адмирал в отставке. В 1996-1999 годах председатель Совета ветеранов разведки. Автор с 2016 по 2021 год. Книг «Воспитание чести. Три издания. Ледовый переход. И другие». В настоящее время работает над отчерками по истории Тихоокеанского флота советского периода. Наше поколение людей с военным детством взрослело в послевоенные годы. Уже после Великой Отечественной, Второй мировой войны на долю родителей выпали тяготы периода иностранной военной интервенции и гражданской войны. Индустриализация страны и подготовки ее к отпору фашизму. Конфликты на КВЖД, на озере Хасан, на реке Халхингол, война с Финляндией, братская помощь в национально-освободительной войне в Китае, помощь испанскому народу. Мы же на свои плечи приняли и восстановление хозяйства, и наращивание экономической и военной мощи Советского Союза. Мы – непосредственные участники создания социалистического лагеря в мировом жизнеустройстве. На нашу долю выпало быть исполнителями воли советского народа в поддержке мирового национально-освободительного движения и дружественных Советскому Союзу сил, оказывающих сопротивление империалистическим агрессорам. В зоне ответственности Тихоокеанского флота СССР мы, на стороне прогрессивных сил, принимали участие в рамках интернациональной солидарности трудящегося мира в той или иной форме, в таких событиях, как Война-сопротивление Первая Вьетнамская война Против французских колонизаторов 1945-1954 годы Гражданская война в Китае 1946-1949 годы Индонезия Национально-освободительная война Против нидерландских колонизаторов 1947-1949 годы Ветераны флота помнят свое участие в передаче Индонезии крейсера, сторожевых кораблей, подводных лодок. Помнят, как готовили интонезийские экипажи, технику и оружие для этих кораблей. Иностранная военная интервенция США и их союзников в Корее 1950-1953 годы Кубинские события 1961-1964 годы Гражданская война в Йемене 1962-1969 годы Интервенция США во Вьетнаме Вторая Вьетнамская война 1964-1974 годы Пакистано-Индийский конфликт Разминирование поселка Читтагонг 1972-1973 годы События в Иране Демонстрация США военной силы Сосредоточение флота в районе Персидского залива 1980-й год Помощь Индии в создании индийского ВМФ 1960-х годов по наше время Обучение индийских моряков во Владивостоке Показ индийскому руководству Возможностей наших ПЛАРК С фактическими боевыми упражнениями Поход в Индию ПЛАРК 1969-1970 годы Во Второй Вьетнамской войне В период с 1964 по 1975 год Советский Союз выступил против агрессоров на стороне ДРВ Демократическая Республика Вьетнама Виды вооруженных сил СССР получили приказ На применение во Вьетнаме или в интересах Вьетнама Своих соединений, сил и средств К Тихоокеанскому флоту были поставлены соответствующие задачи В том числе обеспечить данными разведки Обороняющиеся вьетнамские войска Куда направлены наши советники и вооружения Командование флота поставило эту задачу Непосредственно соединению разведывательных кораблей Корабельные силы, в том числе и соединения подводных лодок Авиация и другие службы флота Получили приказ На боевое и тыловое обеспечение кораблей разведки Сразу должен сказать Что такое обеспечение выполнялось практически без серьезных недостатков Заявки наших кораблей выполнялись полностью и качественно К началу 1964 года нам, морякам отдельного дивизиона кораблей разведки флота Было понятно, что руководство США не остановится на войне Только против N4U, но расширит зону войны и на территорию ДРВ Мы видели, как вьетнамцы все успешнее Изгоняют уже и американских колонизаторов со своей земли И понимали, что Советский Союз не будет в стороне от этой их справедливой войны Особенно в случае ее расширения И мы понимали, что помогать вьетнамскому народу задача Советского Союза А значит и наша задача Как учил нас главнокомандующий ВМФ Участник Великой Отечественной войны Провесник наших отцов Адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков Советский военно-морской флот был средством Миролюбивой политики СССР Средством дружбы народов Политики сдерживания и пресечения Агрессивных истремлений империализма Средством решительного противодействия угрозе свободолюбивым народам Напротив, военно-морским силам США отводилась ведущая роль в подавлении национально-освободительных движений Силы 7 флота продолжали сосредотачиваться в Южно-Китайском море И все чаще стали появляться в зоне, примыкающей к центральной части Вьетнама И непосредственно в заливе Багбо Танкийском заливе Мы понимали, что здесь планировалось спровоцировать обострение обстановки В конце апреля 1964 года Меня, помощника командира малого разведывательного корабля МРЗК Протрактор Капитана-лейтенанта Вызвали в разведуправление штаба ТОВ Для получения там боевого распоряжения на поход Доставив документы на корабль Передал их командиру Капитану 3-го ранга Фадееву Николаеву Петровичу И мы приступили к разработке решения командира на поход А поход планировался на полную автономность Нам предстояло снова, как в народной сказке и Как это часто бывает в разведке Идти туда, не знаю куда И привезти то, не знаю что Однако основная цель похода нам была предельно ясна В связи с активизацией ВМС США во Вьетнаме Нам предстояло изучить зону действий сил ТОВ В первую очередь кораблей радиоэлектронной разведки В навигационном, гидрометериологическом, военном отношении И в вопросах морского судоходства Поход проходил с конца апреля до июля 1964 года Мы провели рекогносцировку в двух основных районах Первый в Южно-Китайском море У побережья Филиппинских островов Где в это время находились основные силы 7 флота США С походом к проливу Лусон Мы обнаружили, что в заливе Лингаен На учении отрабатывается высадка морского десанта Выйти на визуальный контакт мы не успели Учение окончилось и корабли убыли в район ВМБ Субик Другой район, остров Гуам Командование флота интересовало там два стратегических объекта Авиабаза Андерсон, где сидели стратегические бомбардировщики Б-52 Которые и были развернуты на остров В том числе в связи с вьетнамскими событиями И база АПРА Где базировалась эскадра атомных подводных лодок С баллистическими ракетами Решив задачи похода Экипаж МРЗК Протрактор Отшвартовал корабль К 37 причалу Владивостока 2 июля 64 года 5 августа США Развернули 77 авианосное ударное соединение К побережью Вьетнама Для его морской блокады И боевых действий по объектам ДРВ А 1 августа Вышел в район Токийского залива МРЗК ГС-47 Командир-лейтенант Козечка Стантин Кузьмич С этого дня и до 31 декабря 74 года МРЗК Курсограф Корабельная разведка Велась ТОВ в интересах ДРВ Непрерывно Со сменой кораблей Строго в районе действия Американских ударных соединений Одновременно И также на постоянной основе Флот направляет свои РЗК В район острова Гуам С одной из главных задач Наблюдения за Б-52 В Южно-Китайском море Разведке ТОВ пришлось В основном силами и средствами Одного сменяемого РЗК Решать задачи слежения И вскрытия боевых действий Крупнейшего соединения ВМС США В течение 10 лет У вьетнамских берегов Вели систематические боевые наблюдения И проводили операции силы 7-го оперативного флота На заключительном этапе кампании С весны 1972 года Там постоянно действовали 4-7 ударных авианосцев 60-65 кораблей основных классов С 64-го по 73-е годы Из 17 ударных авианосцев В боевых действиях принимали участие 15 Многие из этих 15 В нескольких циклах И 9 вертолетоносцев С 64-го по 73-е годы Из 17 ударных авианосцев В боевых действиях принимали участие 15 Многие из этих 15 В нескольких циклах Из 9 вертолетоносцев 6 Корабли с управляемым реактивным оружием, крейсера и эсминцы. 48 из 58 имеющихся. 163 из 179 эскадренных миноносцев. Штабной корабль «Блю Ридж». Введенный из резерва линейный корабль «Нью-Джерси» с 406-мм орудиями. Боевые амфибийные группы «БАК» и авианосные поисково-ударные группы «АПУГ». Заправку в море постоянно производили быстроходные универсальные транспорты снабжения водоизмещением до 60 тысяч тонн, грузовой вместимостью до 40 тысяч тонн. Ракеты, мины, бомбы, в том числе и ядерное оружие, жидкое топливо, продукты и другое снабжение. С двумя транспортными вертолетами. Транспорты боеприпасов, транспорты снабжения, танкеры, заправщики, способные доставлять 30 тысяч тонн грузов каждый. Авианосная авиация использовалась с большим напряжением. Ежемесячно совершалось до 8 тысяч самолетов вылетов. Суточная напряженность для трех АВУ – 350 самолетов вылетов в день. Это средние цифры. Ну вот, к примеру, 25 декабря 1972 года в широкомасштабной воздушной операции с 7 авианосцев было совершено более полутора тысяч самолетов вылетов. Что представляло собой 77-е авианосное ударное соединение «АУС» во время агрессии США во Вьетнаме? Это чудовище из современных боевых кораблей и самолетов. С самым современным умным оружием, извергающее огонь и смерть, по-любому, кого прикажет уничтожить его командование, на площадь, равной территории самих США. А руководство США опирается на такую концепцию. «Более развитые цивилизации всегда уничтожают, менее развитые. Так мы поступили с индейцами, когда завоевали Америку». Эта фраза была в кавычках. Можно себе представить, что было бы с Вьетнамской Народной Республикой, если бы не поддержка Советского Союза. И вот, к августу 1964 года это чудовище перешло через Тихий океан, через Южно-Китайское Восточное море. И уперлось в побережье Вьетнама, накрыв всю страну своим остановившимся боевым порядком. В ядре боевого порядка обычно три ударных авианосца. На каждом базируется авиационное крыло из нескольких эскадрильей. Всего до 90 самолетов и вертолетов различного назначения. И примерно 120 экипажей для этих самолетов. Особенно важно, что и корабли, и самолеты боеготовы и имеют самый современный опыт постоянного боевого применения. На боевую подготовку, на обеспечение и снабжение, на расход оружия ВМС США ограничений не имеют. Их пополняют без задержки. Каждый из авианосцев имеет свои корабли охранения и поддержки и является ядром авианосной ударной группы АУГ, которая в состоянии самостоятельно решать серьезные задачи оперативного уровня. Численность моряков АУГ около 6 тысяч человек. Империалистическая природа экономики и политики США такова, что война загружает военное производство, а оно в свою очередь обеспечивает наживу как капиталисту, так и самому государству. Такая война, которую они развязали во Вьетнаме, США была только на пользу, и они могли ее вести долгие-долгие годы. Вот только если бы не неприемлемо большие людские потери. А потери в людях стали расти, и расти по мере поступления в ДРВ современного советского вооружения. В охранении ядра 77-го АУС на расчетных, исходя из обстановки в дистанциях, разместились подвижные силы обеспечения ПВО, ПКО, ПЛО в позициях, куда направлялись поочередно корабли с ракетным и артиллерийским вооружением. Противолодочную оборуду АУС осуществляла АПУК с одним из противолодочных авианосцев, несущих на борту авиакрыло противолодочной авиации из нескольких авиаэскадрилей, самолетов и вертолетов ПЛО. Самолеты-трекер, а затем заменившие их викинг, постоянно сменяли друг друга. Патрулировали на направлениях возможного подхода КАУС, советских и китайских подводных лодок, южнее и юго-западнее острова Хайнань. Обычно здесь, на периферии боевого порядка АУС, маневрировали корабли боевой амфибийной группы из десантных кораблей со средствами высадки на берег усиленного батальона морской пехоты и авианосец-вертолетоносец с десантными вертолетами на борту. Некоторые из этих кораблей, как и буксиры и аварийно-спасательные суда, зачастую находились в портах Дананг и Камрань. Район маневрирования 77-й АУС, захватывающий залив Бак-Бо, то есть внутренние воды Вьетнама и Китая, был назван агрессорами Янки-Стейшн. Район Маристия-Побережья у Сайгона, где для поддержки своих войск на территории Южного Вьетнама эпизодически действовали АУК, получил название Дикси-Стейшн. С развязыванием США агрессии против ДРВ Советский Союз активизировал дипломатические усилия, пытаясь политическими средствами заставить США прекратить эту агрессию. Как один из основателей Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности, обладающий правом Вьета. Как лидер Варшавского договора, СССР имел высокий авторитет и влияние в ООН, однако остановить агрессора не удавалось до 1973 года. США в очередной раз пошли на нарушение Устава ООН. В ответ на это СССР открыто объявил о всемерной, в том числе и военной поддержке жертвы агрессии Демократической Республики Вьетнам. В прибрежные воды Вьетнама в качестве Советского Национального Средства Наблюдения за ВМС США были направлены корабли радиоэлектронной разведки РЭР, ТОВ. Всего во вьетнамской компании разведки ТОВ, только по районам Южно-Китайского моря, принимали участие 16 РЗК. Это следующие корабли. МРЗК ГС-34, ГС-47, Барограф, Гидрограф, Амперметр, Дефлектор, Протрактор, Измеритель, Анироид, Курсограф, Гидролог, СРЗК Гидрограф, Пеллинг, Гавриил Сарычев, БРЗК, Приморье, Забайкалье. Наибольшее число походов в этот район на счету МРЗК Протрактор 12, с 64 по 73 год, Барограф, 12, с 66 по 74 год, Гидрофон, 10, Дефлектор, 10, Амперметр, 10, ГС-47, 6, ГС-34, 5, РСЗК Гидрограф, 6, БРЗК Приморье, 6. Вот эти 16 очень небольших по размерам кораблей РР и вели непрерывное слежение за крупнейшим ударным соединением крупнейшего оперативного флота США целое десятилетие. Следом за ГС-47, прибывшим в море 3 месяца, в залив Бобко, прошли МРЗК Гидрофон, ГС-34, снова Протрактор, затем Амперметр, Дефлектор, Барограф, Измеритель. Соединение РЗК ТОВ стало самым плавающим в ВМФ, с самым высоким коэффициентом оперативного использования. Мы работали с огромным напряжением сил, порой на грани человеческих возможностей. Все походы проходили со значительным превышением проектной автономности кораблей, иногда более чем в 3 раза. Эту традицию, возникшую по необходимости, начал ГС-47, имевший автономность 30 суток. ГС-34 при той же автономности в 65-м году решал задачи в течение 96 суток. И это при том, что мы, в стремлении охватить как можно больший объем разведзадач, перегружали помещение аппаратурой РР и людьми для работы на этой аппаратуре, сверх числа койко-мест. Например, в поход июль-сентябрь 68-го года я, будучи командиром ГС-34, самого маленького РЗК, 450 тонн водоизмещением, взял 98 специалистов, считая вместе со штатным экипажем. Нам постоянно приходилось испытывать недостаток пресной воды, свежего продовольствия, а также дизельного топлива и смазочных масел для двигателей. Режим жесткой экономии был постоянным и начинался сразу же после выхода из базы. Дождевое облако, в которое мы научились специальным маневрированием входить, это баня, стирка и настоящий праздник для экипажа. Когда к 70-м годам командование флота организовало систематическую заправку РЗК, в том числе и от проходящих гражданских судов, нам стало легче. В 66-м году флот стал передавать разведке более крупные корабли с большей автономностью из других соединений. По мере переоборудования и переоснащения они подключались к разведке США во Вьетнаме. СРЗК «Гидрограф» в 66-м, Саричев «Пеллинг» в 70-го, БРЗК «Приморье» в 70-го, Забайкалье в 74-го. Задачи, поставленные разведке ТОВ и экипажем РЗК, оказались чрезвычайно объемными и потребовали в первую очередь технического оснащения средствами радиоэлектронной и визуальной разведки и подготовки специалистов. И все это было в цейт-ноте. А корабли у нас, немного приспособленные для решения задач разведки, в основном рыбацкие суда, траулеры, тунцеловы. И техники, так нам необходимой, нет во всем СССР. Пришлось что-то изобретать, что-то приспосабливать. На особо сложную аппаратуру пошли заявки в промышленность. Вспоминаю, как устанавливая на протрактор по ходу 64-го года станции радиотехнической разведки, РТР, Мачта и Бизань, обнаружил, что заводские специалисты не понимают, как их настроить. Выверить, устранить, наводки, определить поправки. Пришлось самим разрабатывать методику и производить настройку, обучая заодно на выходе в море и самих настройщиков. Но это был 64-й год, и были только первые аппараты корабельной РР. Далее все 10 лет мы такую технику придумывали и конструировали сами. Создавали для нее антенны, одновременно, постоянно делали заказы в промышленность. И в конце концов, к 70-му году получили первый корабль специальной постройки БРЗК Приморье, разведывательный комплекс, оснащенный тем, что требовалось для эффективного решения задач разведки. В 1972 году прибыл второй такой же БРЗК за Байкалье. Командирами и старшими помощниками командиров на этих кораблях были уже прошедшую школу разведки во Вьетнаме офицеры. Старпомы, капитаны 2-го ранга Станислав Степанович Васильев и Владимир Наумович Дулибенец имели за плечами по несколько походов командирами МРЗК и на опыте тех походов обучали и слаживали экипажи Приморья и Забайкалья. За годы вьетнамской кампании в розетке флота выросли свои долговые инженеры-электронщики, умевшие ничем из ничего создать нужный аппарат. Со временем этим специалистам стали по плечу дела широкого масштаба на флоте и в народном хозяйстве страны. Так, например, начальник радиотехнической службы 68-го года ГС-34 старший лейтенант Геннадий Михайлович Сухов во второй половине 80-х годов стал начальником радиоэлектронной разведки ТОВ, а его подчиненный инженер РТС лейтенант Снегирев Сергей Игдонатович директором научно-исследовательского радиофизического института в городе Нижний Новгород, доктором физико-математических наук, профессором. Недавно получил от него письмо. Годы, проведенные на ТОВ, на нашем корабле под вашим началом, оказали влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Там я научился творческой работе и достижению результатов во что бы то ни стало. Сергей Донантович не был кадровым офицером. Его призывали на три года. На ГС-34 он обеспечивал исправную работу не только средств РЭР, но и радиосвязи. А еще мы подключили его в помощь штурманам при систематических, непрерывных, многодневных занятиях по вскрытию принципов построения боевого порядка и особенностей боевого маневрирования всех элементов АУС. Он справлялся и с этой изматывающей работой. Сухов, в бытность главным инженером РЭР флота, был прикомандирован в походный штаб при переводе на ТОВ, ТАРК, Новороссийск. И с целью изучения возможностей этого корабля для развития корабельных средств РЭР и радиоэлектронной борьбы РЭП на будущее. Боевой опыт десятилетия вьетнамской кампании выделял его среди офицеров походного штаба и командир перехода. Командир 10-й ОПЭСК, вице-адмирал Ростислав Леонидович Дымов, назначил радиоинженера Сухова начальником походного штаба отряда кораблей, предпочтя эскадренным офицерам. При встрече с Дымовым после перехода я услышал его высокую оценку. Без Сухова нам пришлось бы непросто, особенно с применением нашей палубной авиации при перехватах условных атак отряда кораблей американскими, китайскими и японскими авиационными ударными силами. А во время совместной службы Сухова и Снегирева на РЗК ГС-34 помнится, ходила по кораблю такая шутка, подначка «Не выходите вместе на крыло ходового мостика, когда там уже работает вахтенный офицер, врач-лейтенант Харитонов. Корабль кренится». Все эти три офицера были крупного телосложения и изрядного веса. Командирам и экипажам РЗК пришлось совершенствовать имеющиеся и устанавливать новые средства визуального наблюдения, средства связи и кораблевождения. Этого требовали основные принципы разведки достоверность, своевременность, надежность, полнота сведений и другие. В сентябре 1964 года мы с капитан-лейтенантом Владимиром Филипповичем Хлевным, помощником командира РЗК «Гидрофон». Подготовили и доложили по команде командующему ТОВ анализ возможностей табельных средств наблюдения и визуальной связи РЗК с предложенными по дооснащению нас такими средствами. Решение было принято оперативно. Директиву получили снабженцы тыла флота, тыла авиации флота, арт-управления и другие. В табеле снабжения ввели бинокулярные морские трубы БМТ, с 40-кратным увеличением, удобные и надежные бинокли, с сильной оптикой, аэрофотоаппараты с фокусным расстоянием до 100 см, которые мы стали использовать как с руки, так и со специально разработанных штативов. Гораздо сложнее оказалось дело с комплектами флагов международного свода сигналов МСС. На флоте их не оказалось совсем. Обратились в ДВМП, там их тоже оказалось мало. Закупили несколько комплектов и выдали только на очередные РЗК, идущие на разведку в ближайшее время. Остальные какое-то время при переговорах с иностранными кораблями и судами пользовались похожими флагами боевого эволюционного свода БЭС ВМФ СССР. Годовую норму кормовых и гафельных флагов из-за беспощадной трепки их океанскими ветрами нам значительно увеличили, а позже стали выдавать и без ограничений. Кстати, о морских сигнальных флагах и об их использовании в переговорах с американскими кораблями. Еще в 50-е годы произошло несколько инцидентов между кораблями флотов США и СССР на Черном, Балтийском и на Тихом океане. Поводы всегда были разные, но причина одна. США отказывались признавать наши морские границы и территориальное море. В 1968 году подобная позиция США по Восточно-Корейскому заливу КНДР привела к захвату северокорейским флотом американского РЗК Пуэбло. Присутствие советского разведывательного корабля с боевым порядком АУС ведущего боевые действия против Вьетнама. Причин недовольства и поводов к недружественным действиям добавило. В октябре 65-го МРЗК Проктрактор обнаружил утром массовый взлет палубной авиации одновременно со всех трех ударных авианосцев. Обычно в ходе систематических боевых действий на удары направлялись самолеты с одного или двух АВУ. Авиакрылья действовали поочередно, каждая по 12 часов. То есть циклы двух АКР в течение суток сменяли один другого, а цикл третьего АКР накладывался на один или оба цикла, указанные выше. И чаще это было в светлое время суток. Мы определили, что авиацию подняли для нанесения первого массированного удара по Ханойу и Хайфону. Понятно, что принять такое информационное решение было непросто. Такое событие нами наблюдалось впервые. И данных радиоразведки, как всегда, мало. А задача предупредить командование о таком налете наиважнейшая и ошибиться нельзя. Капитан третьего ранга Федор Петрович Никифоров, командир РЗК Протрактор, такое решение принял и мы донесли на канале сверхбыстродействие сразу с двух передатчиков. Подтверждение о приеме нашей радиограммы получили без задержки. В это время наш корабль сопровождался одним из буксиров 7-го флота со специальной группой радиоразведки, оснащенной сверхчувствительной аппаратурой технического анализа, позволяющей перехватывать не только работу наших мощных радиопередатчиков в любом режиме, но и даже разговоры на ходовом мостике и на палубе. Аппаратура эта размещалась в спецконтейнере, который передавался с одного на другой, сопровождающие нас корабли при их смене. Когда через полтора-два часа на авианосце возвращались самолеты, мы визуально и радиоразведкой не досчитали 17 единиц. На кораблях АУС приспустили флаги. Тогда-то мы предположили, что нам такие потери не простят. И действительно, буксир стал крайне агрессивным. Сначала он из выгодной позиции бросился нам в борт, норовято ранить РЗК, но у протрактора скорость оказалась на несколько долей узла выше, и нам удавалось уйти от удара. Наш Тунцелов имел неплохую поворотливость. Попытки сближаться и таранить РЗК продолжались и продолжались. Мы непрерывно вызывали буксир по радио УКВ-16 канал. Мы подняли флажные сигналы по МСС. Флаг Искрей приостановите выполнение ваших намерений и наблюдайте за моими сигналами. И Кило. Хочу установить связь с вами. Сигнальщики с двух бортов вызывали буксир, но никакого ответа. Из мостика, из надстроек, из палубы там все ушли. Мы настойчиво добивались связи с буксиром. Наконец, нам ответили Светом на наш запрос. Что случилось? Как вас понимать? Мы получили невнятный ответ. Вы пересекли мне нос. Это означало, что мы якобы как-то прошли слишком близко и опасно по носу у буксира. Затем буксир замолчал, но продолжал пытаться занять удобную позицию для удара по РЗК. Мы с командиром поняли, что обдумываются дальнейшие шаги, а уж с наступлением темноты командование АУС пришлет кого-то на помощь буксиру, и тогда нам не выпутаться. И помощи ждать неоткуда. Выкрутились сами. К тому времени для моряков гражданских пароходств СССР был издан очень толковый справочник капитана. собравший в себя полезный опыт морского права и свободного мореплавания. Я как раз в том походе этот справочник изучал, и появилась идея воспользоваться морским протестом. Мы подготовили на английском языке текст «Мы советское судно про трактор» с позывными UPPH в таких-то координатах. Нас пытается таранить буксир США, номер такой-то, название такое-то, гринвическое время, капитан Никифоров. Это сообщение в телефонном и телеграфном режимах записали на магнитную ленту и начали передачу с трех передатчиков в коротковолновом и средневолновом диапазонах. Причем к международным сетям мы добавили сеть ПВО США в западной части Тихого океана и портовую сеть, используемую кораблями и судами США. Через час-полтора нас вызвал светом буксир, пригласил на связь ПАУКВ и передал «Я получил приказание отойти от вас на безопасное расстояние. Мое командование просит вас прекратить работать в эфир. Желаю вам счастливого плавания». Во время инцидента рядом с командиром вместе со мной был старший лейтенант Смаль Анатолий Григорьевич, командир группы радиоразведки, прикомандированный на протрактор, на поход. Он отлично владел английским языком. В последующие годы неоднократно ходил во вьетнамские походы, в том числе и со мной на ГС-34 и постоянно совершенствовался в обращении с американскими моряками на основе международного морского права. С переводом в РУ главного штаба ВМФ он стал незаменимым участником рабочей группы. На переговорах с ВМС США по разработке и совершенствованию в дальнейшем. Инструкции по предотвращению инцидентов между кораблями СССР и США и таблицы сигналов к ней. Неутомимость, выносливость и высокий профессионализм наших моряков-разведчиков вынуждены были признать и американские моряки. К примеру, такой эпизод. Протрактор отработал в Танкийском заливе. Нас сменил очередной РЗК. неожиданно начальник разведки флота запросил командира, не сможем ли мы задержаться так, чтобы, спустившись к югу в район Дикси-Стейшн, выявить, чем там занимается АУК, накануне развернутая туда из Субик. Мы посчитали остатки топлива, моторного масла, воды, продуктов и доложили, что с учетом времени на переход 600 миль в один конец сможем работать в районе четверо суток. Легли курсом на юг, провели митинг, поставили задачу экипажу, посмотрели людям в глаза, слабаков не оказалось. За доброе имя корабля, за его честь болели все. Каждый старался делать свое дело безупречно. Недаром протрактор рекордсмен по числу походов во Вьетнам. В это время из ВМФ Субик возвращался атомный авианосец Enterprise. Закончился второй отдых для авианосца за время вахты протрактора в Танкийском заливе 40 суток. 30 воюют, 10 отдыхают. Мы довернули для выхода на визуальный контакт, уточнить состав группы и некоторые параметры радиоэлектронных средств. Неожиданно получили семафор от командира командиру. Снимаем шляпу перед моряками вашего траулера. И самый крупный авианосец американского Тихоокеанского флота отсалютировал флагу малому разведывательному кораблю Тихоокеанского флота Советского Союза. Наши сигнальщики не подвели ни безупречным приемом семафора, ни четкими действиями на салют флагом. Enterprise был одним из тех трех авианосцев, который наносил ворону. Командир мог знать о попытках таранить протрактор. Действия РЗК в боевом порядке АУС, а чаще даже в его ядре, потребовали от нас не только знания международных правил зрительной и радиосвязи, но и умения вступать в такую связь с американскими и другими кораблями. И мы научились этому на уровне американских специалистов. Вспоминаю один из случаев. В Танкийском заливе смена авианосцев. АВУ Америка прибывает из 6-го оперативного флота из Средиземного моря. РЗК ГС-34 выдвигается ему навстречу. С подходом Америки к району вахтенный офицер РЗК с сигнальщиками по американским правилам опознавания запрашивает АВУ и тот сообщает свой телеграфный позывной. Причем на авианосцы и не поняли поначалу кому они представились. Через какое-то время сигнальщики перехватили семафор на Америку с подошедшего сменяющегося авианосца Коралл-Си от командира командиру. На русском траулере высокие профессионалы. Советуем вам соблюдать сдержанность при обмене сообщений светом. Дело было ночью и к тому времени мы уже получили позывные а значит и названия почти всех кораблей группы Америки класс которых определили по расположению ходовых отличительных огней. Командир АВУ Коралл-Си не сообщал коллеге да он этого и не знал что радиотехническая разведка ГС-34 уже заканчивала привязку к конкретным носителям наиболее демаскирующих РЛС а радиоразведка занималась тем же со средствами связи кораблей вновь прибывший АУК Американские связисты в те годы постоянно совершенствовали средства связи добиваясь ее связи скрытности и быстродействия а наши слухачи искали средства решения задач в этих условиях и всегда находили их Корабельная разведка ТОВ не имела полутора экипажей на РЗК это могли себе позволить авиакрылья палубной авиации США но не советские моряки более того мы постоянно испытывали недостаток как в офицерах так и в старшинах и в матросах восполнялся недостаток в людях как и недостаток в кораблях перед напряжением сил был был например в одной из подвижных групп разведки главный старшина Иванов который из 365 дней в 69 году провел в море 360 или из моей службы РЗК протрактор неоднократно ходил в поход без штурмана и мне старшему офицеру корабля приходилось исполнять его обязанности вместе с делами второго лица на корабле координирующего действия всех добывающих служб и готовящего командиру материалы для принятия им решения по выполнению задач похода за поход в августе ноябре 65 года за 4 месяца я потерял 12 килограмм веса при том что никогда не был излишне упитанным к 71 году иммунитет настолько понизился что малейшая царапина не заживала неделями а почти каждый поход зимой начинался с воспаления легких в корейском проливе причем врачи всех наших кораблей отмечали что подобное явление было обычным на первом этапе наших зимних походов из холода во влажное тепло на переходе в район разведки тратилось до 80% медикаментов уставали люди при наших перегрузках неимоверно вот например поход на гс-34 с 5 июля по 22 сентября 68 года 80 суток на корабле около 100 человек даже по нашим эмпирическим нормам 40 человек на 40 суток к концу августа у третьей экипажа цинга а у командира тоже только я молчу и признаюсь доктору при заправке от подходящих судов то воду дадут подсоленную то машинного масла нет то топливо обводненное то нет продуктов но вахты несутся непрерывно по 6 часов через 6 часов у слухачей и в радиотехнической разведке и 4 часа через 8 у остальных скученность жара и однообразие и шторм за штормом тайфун за тайфуном то лес то на телом агнис наконец тандем тайфунов карьер 37 градусов и непрерывная гонка прибывает новая аук не пропустить призывать параметры рез затем следующее то америка то хэнкок то бом ом ричард то китти хоук то констилейшн а то и опуг с интрипид смена кораблей в позициях охранения заправки и так целые сутки и все маневрирование ауз определяется на картах и планшетах вручную весь учет в рукопашную никакой автоматизации еще нет суточные сводки целые повестки и круглосуточно телеграмма за телеграммой по каналу СБД взлет время группа объект и все 80 суток гремит главный двигатель испомогательные дизеля и качка качка к которой уже все привыкли но от которой все устают для зарядки купаем людей три раза в день плаваем у борта если погода вдруг позволяет впускаем шлюпки и устраиваем гонки если что-то мешает занятиям на воде душ шарко на палубе из пожарных стволов начало сентября ауз ушло из района уклоняется от тайфуна на юг мы идти не можем моторного масла нет только резерв на трое суток хода на этот раз разрешил смельчакам купаться даже в центре тайфуна лес око буре ураганный ветер почти унялся толчая из громадных волн и даже солнце проглядывает в разрывах грозовой облачности корабль забалластирован дрейфует вблизи рифов парасельских островов загерметизирован кроме ходового мостика держится как ванька встанька верхняя палуба над водой всего 70 сантиметров с подветренного фальшборта осторожно уходишь в воду тебя поднимает выше 14 метровой мачты корабля и круто опускает прямо на палубу среди водяных гор незабываемо забава снимает усталость и напряжение у всего экипажа а не только у счастливчиков что нас поддерживало давало силы понимание долга уверенность что мы делаем важное благородное дело уверенность в правоте нашего предназначения мы помогали братскому народу в его справедливой войне с агрессором воплощающим в себе силы мировой реакции а еще братство товарищество общность интересов забота друг о друге и гордость у нас школа мужества и нам по плечу любые задачи например сигнальщик молодой матрос карпенев первогодок прибыл на корабль непосредственно перед походом без обучения в учебном отряде нам срочно нужны были люди в нашем отдельном дивизионе кораблей живя на своем штатном месте на ГС-34 прошел курс молодого бойца и здесь же перед строем однополчан у боевого знамени в части принял военную присягу в походе его постоянно тренировал командир отделения по специально нами разработанным уникальным методикам визуального наблюдения и зрительной связи отлично освоил свое дело оказался при хрупком теле очень вынослив корабли АУС начали возвращаться в свои позиции в Янке Стейшн сигнальщик карпенев докладывает об обнаружении незнакомого авианосца а затем и незнакомого эскадренного миноносца вахтенный офицер проверяет и не соглашается с сигнальщиком тем более что у нас нет данных о смене АУК и в циклы не укладываются поднялся и я к БМТ корабли о которых доложил сигнальщик за горизонтом видны только надстройки и мачты по моему мнению это группа АУК Бон Ом Ричард но Карпенев назвал и показал свои зарисовки особенностей Бон Ом Ричард которых у наблюдаемого однотипного АУК нет пришлось на час полтора давать ход чтобы рассмотреть бортовые номера кораблей оказалось что Карпенев прав прибыл АВУ номер 19 Хэнкок типа Аристани а с ним и введенный из резерва АМ номер 517 типа Флетчер еще первой серии а ведь могли пропустить незамеченным прибытие еще одного АУК поди потом разберись воочию подтвердилось что захват американского РЗК Пуэбло северокорейцами подтолкнул США к значительному усилению седьмого флота в том числе и за счет резерва в начале октября 68 года матрос Карпенев снова ушел во вьетнамский поход на СРЗК Пеллинг где не оказалось подготовленных сигнальщиков он был 23 октября на сигнальном мостике Пеллинга во время демонстративной атаки нашего РЗК американскими штурмовыми Skyhawk с фактическим сбросом боевых бомб по курсу и по корме вблизи нашего корабля и успел зафиксировать номера всего авиакрыла авиаэскадрильи и самих штурмовиков 19 декабря 68 года при смене Пеллинга в районе разведки я чтобы понять цель той демонстративной атаки просматривал сигнально наблюдательный журнал этого РЗК и обнаружил там знакомый стиль вахтенного сигнальщика нашего Карпенева сигнальщик Карпенев отказался идти в базу на Пеллинге лишь бы вернуться на свой родной корабль и отработал еще один поход на сигнальном мостике экипаж ГС-34 очень любил свой корабль школу мужества перевод на другие и всегда более крупные и удобные в бытовом отношении корабли воспринимался старшинами и матросами очень болезненно и только лично мои аргументы и показ перспективы в службе обращение к чувствам и обещание забрать назад по возможности что и выполнялось снимали сопротивление однако вернемся к летнему походу 68 года 13 сентября прибыл и принят от нас эстафету РЗК Амперметр командир-капитан 3-го ранга Печенкин Михаил Иванович а нас в Японском море встретил холодный фронт снова с метром до 30 метров в секунду всю ночь на 22 сентября мы держались против волны Форди Винг даже пришлось приостанавливать работу над отчетными за поход документами только к 20 часам 22 сентября как раз во время осеннего равноденствия ошвартовались на своем месте у 37-го причала под памятником адмиралу Геннадьевичу Невельскому встречал начальник разведки ТОВ контр-адмирал Николай Петрович Сотников коротко заслушал мой доклад кое-что уточнил для себя это был сильный руководитель кораблями в море управлял толково все наши донесения он читал в свое время оценка за поход отлично и приказание пополнить запасы восстановить неисправные средства разведки и через неделю быть готовым к новому походу вы спросите ну и что следовало ли в те с 64 по 74 годы так тщательно следить за вооруженными силами США пусть даже выступающими агрессором где-то далеко от наших границ далеко на юге в азиатском Вьетнаме нужно ли было создавать специальную корабельную радиоэлектронную разведку пусть отбивались бы там на побережье и в глубине территории без корабельных данных пусть тогда потери самолетов были бы меньше зато и не учились бы американцы воевать в реальных условиях современные радиоэлектронные разведки и радиоэлектронной борьбы текст настоящей статьи дает однозначный ответ СССР действовал правильно и в русле прогресса человечества добавлю еще несколько аргументов в агрессии против ДРВ США ежемесячно теряли в каждом авиакрыле действующим авианосцев по 10-15 самолетов эффективность систем ПВО Вьетнама была бы значительно ниже без наших разведданных и по палубной и по стратегической авиации В непогоду АУС прекращала атаки и уклонялась от тайфонов а Вьетнам получал передышку и восстанавливал боеспособность Отход АУС и его возвращение были также под контролем наших РЗК а потому известны были и военному руководству ДРВ С 9 мая 1972 года США перешли к широкому использованию минного оружия в заливе и на подходах к северо-вьетнамским портам Минные постановки осуществляли палубные самолеты Эти мероприятия начали штурмовики Корсар и Интрудер с АВУ Корал Си За 8 месяцев было выставлено 11 тысяч морских мин В августе 1972 года палубная авиация сразу с шести АВУ скрытно выставила мины на подходах к Хайфону и на фарватере в порту оказались заперты десятки судов Эта операция была своевременно вскрыта разведчиками РЗК Дефлектор Командир-капитан 3-го ранга Олег Леонидович Кудин Подрывы судов на минах были предотвращены Во время длительных и сложных парижских переговоров правительств ДРВ и США о прекращении агрессии военное руководство США для обеспечения своей стороне политических преимуществ и с другими собственно военными целями 25 декабря 1972 года начало небывалую широкомасштабную воздушную операцию ставка делалась на тактическую внезапность чрезвычайную массированность и боевое обеспечение воздушных ударов что ж говорил Степан Осипович Макаров война не есть поединок чести здесь каждый стремится обеспечить себе наилучшие условия для успеха надо думать это хорошо понимали и в генштабе вооруженных сил СССР и вьетнамское военное руководство а в Янке Стейшн в это время находились и два наших корабля РЗК Курсограф командир капитан третьего ранга Олег Дмитриевич Тульчинский с ним в этот поход были направлены офицер радиоразведки Козлов и информатор Карев Владимир Анисимович Карев в дальнейшем возглавлял информационную службу разведки а с 94 по 99 года разведку ТОВ и РЗК про трактор командир лейтенант Петр Васильевич Смольянов офицер-информатор Константин Петрович Чудин также в последующие годы возглавлявший информацию возле Карева К тому времени разведка ТОВ получила большой разведкорабль Приморье имевший в штате серьезную информационную службу способную производить многосторонний анализ противника непосредственно в районе и в реальном времени этот корабль до конца октября 72 года занимался как раз сбором информации и ее анализом по тактике палубной авиации при ее применении по наземным объектам с выводами и вариантами развития обстановки были ознакомлены командиры и информаторы курсографа и про трактора поэтому советское и вьетнамское руководство были своевременно оповещены и о массовом взлете самолетов сразу с 7 авианосцев и о дальнейших действиях ударных и обеспечивающих авиагрупп системы пво вьетнама была переведена в соответствующую готовность были приняты меры маскировки и дезинформации и при превосходстве сил нападающей стороны понесла незначительные потери но как это умели и умеют в сша командование в мс а за ним и послушная пресса раструбили о разгроме пво вьетнама во время этой воздушной операции я бы сказал карательной операции значительные силы нападающих были выделены специально для ударов по советским советникам в том числе и по местам их проживания с задачей поразить как можно больше наших людей нам не привыкать к вероломству этих заклятых друзей подобным вероломством они заканчивали и войну в корее 27 июля 53 года когда в паньмунджоне уполномоченные делегации уже начинали подписывать текст договора о прекращении войны и в войсках расслабились конец войне конец войне мир командование сша подняло в воздух всю способную летать авиацию и по разработанному для этой операции плану нанесло удары преимущественно по советским объектам в том числе и на нашей территории американские летчики получили также приказ сбивать все что находится в воздухе вот как описывает наш самодеятельный поэт те жаркие для Ами и для наших разведчиков дни любовь моя авианосца два фантома на катапульте а хоккай давно в небесах тишина на командном пункте крови бешеный стук в висках вот пойдет боевая работа по две тысячи вылетов в день не беда что сегодня суббота нам работать всегда не лень мы в танкийском заливе как боги Enterprise Midway Constellation уносите быстрее ноги наше место в Янке стейшн тут же бродит веселый рейнджер поспывает за ним Киттихок это вам не дряхлый Avenger USA Soviet Flint с нами бог три два раз и закончен отсчет впереди будет жаркая схватка вот и начался массовый взлет нашей стае будет не сладко мы летим на Ханой Хайфон на дороге мосты переправы Хо Ши Мину приснится пусть дядюшкин сон пусть весь мир завопит вы не правы да мы боги войны мы корсары мы стальная рука Iron Hand мы несем за собой только смерть и пожары и не будет для вас никогда хэппи энд но интрудер упал от взрыва ракеты и корсар завалился с постерей хвоста эй фантом что был слева где ты ну где ты русский миг мне придется дойти до конца дотянуть бы до палубы авианосца кровь залила лицо и глаза захожу на посадку вроде бы с носа финишор захватить бы найти тормоза вот и сел давай передышку я в каюте один забываю как волк потерял я троих это слишком есть ли в этом маразме какой-нибудь толк звонок в каюту доклад с поста послушай парень все неспроста четыре ночи чуть что рассвет и шторм на море и мыслей нет а что случилось да просто так с авианосцев был подан знак радиограмму принес матрос вот перехват эфир в разнос на УКВ сплошной бедлам корреспонденты то тут то там похоже парни пошел отчет и это будет одновременный взлет да что там слышно иди на борт и ты увидишь жестокий спорт сигнальщик сверху в трубу орет фантом второй пошел на взлет шесть баллов море им не беда она скачает как всегда вот с мидуэя пошел корсар за ним интрудер как божий дар а что сегодня да рождество и вдруг их к черту всех понесло мы с Янки Стейшн мы посреди и восемь сразу пойди найди вот Констеллэйшн вот Мидуэй а рядом Рейнджер старик скорей а если будет и Китти Хок то это будет просто шок в эфире слышу позывной то Саратога о боже мой и Климикс рядом то Энтерпрайз такой веселый для нас сюрпрайз пилот в эфире грохочет так ушел Дипачо пошел атак таких Дипачо таких атак все по Вьетнаму не просто так я к командиру доклад в Москву массовый взлет все наяву генштаб оценит все разберет сигнал же сразу в Ханой пошлет там парни наши все под стать летчиков учат на мигах летать зенитно-ракетные войска будут сбивать в полсотни-два над Танкийским заливом самолетов река строится в группы стальная рука бомбы ракеты и даже напалм все будет сброшено на Вьетнам 25 декабря 72-го от Рождества Христова все вроде бы страшно но все не ново позже узнаем разобравшись едва операция Янки Лайнбрейкер 2 их авиация для воздействия провела подлую операцию возмездия а кто источник корабль курсограф с группой ОСНАЗ и нас здесь много на этот раз а кто вы кто вы разведка ТОВ спецназ бригада такая нам под конец награда старший лейтенант Карев как далеки эти повадки от российского суворовского воинского благородства ставшего и советской традицией во Владивостоке на остановке транспорта Дальзаводская в Жаряковском сквере Совсем недалеко от генеральского консульства СРВ стоит обелиск на могиле 25 летчиков из них 8 разведчиков авиации Тихоокеанского флота возвращавшихся домой к постоянному месту службы счастливыми конец войне их самолет идущий без истребительного прикрытия сбили как раз те воздушные пираты посланные безжалостными извергами во время вьетнамской агрессии наследники тех разбойников оказались достойными продолжателями бесчеловеческих злодеяний своих предшественников 27 января 73 года в Париже представители США подписали таки соглашение о прекращении боевых действий против ДРВ серьезные поражения и потери в людях а также достижения некоторых частных целей и некие военно-экономические причины вынудили президента США пойти на этот шаг по парижскому соглашению седьмому флоту предстояло разминировать подходы к хайфону и очистить от мин район где эти мины выставлялись хочется добавить что если бы об этом СССР не сообщило общей мировой общественности то эти мины убраны бы не были для наблюдения за ходом и полнотой разминирования главнокомандующий ВМФ СССР приказал направить в залив Багбо отряд советских кораблей разведчиков командиром отряда был назначен капитан первого ранга Дмитрий Тимофеевич Лукаш командир бригады разведывательных кораблей в отряд вошли МРЗК Анироид Протрактор Курсограф Барограф СРЗК Гидрограф морские тральщики МТ-4 и МТ-5 и танкер Владимир Каличицкий командиром похода действовал походный штаб НЭШ капитан второго ранга Черных Валентин Александрович на тральщике МТ-4 командиром подвижной морской группы радиоразведки ходил старший лейтенант Фёдоров Владимир Михайлович будущий начальник разведки ВМФ СССР вице-адмирал Отряд действовал с 14 декабря 1972 по 8 мая 1973 и со своими задачами справился под нашим наблюдением силы американского 78 оперативного соединения специально созданного для очистки залива от мин выбрали или подорвали все 11 тысяч мин без пропусков штаб ВА Черных ввел свой независимый учет результатов траления и поэтому командование ВМФ имело надежные данные еще до сообщения от американской стороны К апрелю 73 года США вывели все авианосцы из Танкийского залива сосредоточив часть из них в районе Дикси-стейшн против сил армии освобождения Южного Вьетнама на юге война продолжалась еще два года 30 апреля 75 года последние вертолеты США вывезли с крыши посольства США в Сайгоне посла и около 120 его сотрудников и советников и наш РЗК про трактор командир 3-го ранга Юрий Иванович Абрасимов в ноябре декабре 73-го года второй раз после февраля 66-го работал в районе Дикси-стейшн а последнюю точку на маневренных позициях в Южно-Китайском море поставили два РЗК Барограф 24 ноября Курсограф 31 декабря 74-го года командиры капитан 3-го ранга Николай Сергеевич Митичкин Митичкин и капитан 3-го ранга Александр Владимирович Горницкий так завершилась многотрудная вьетнамская компания бригады разведывательных кораблей Тихоокеанского флота моряки наших кораблей внесли наибольший вклад в обеспечение противовоздушной обороны ДРВ за благовременными докладами о намерениях и фактических вылетах самолетов палубной авиации именно они добыли основную массу охраняемых сведений по тактическому построению АУС и по особенностям боевого применения палубной авиации по берегу в том числе при сильной ПВО обороняющейся стороны Высокая морская выучка четкое исполнение норм международного морского права крепкая воинская дисциплина воля выдержка и корректность командования кораблей обеспечили решение важных задач государственного уровня без потерь и серьезных происшествий вот как оценили свою срочную службу 13 младших командиров СРЗК Пелинг командир корабля 3-го ранга Александр Вениаминович Гуляев старший помощник командир корабля капитан лейтенанта Эдуард Иванович Бурмистров Легко ional Горьк Горьк из первого оценили в оценили в